Доброе утро, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим об ожиданиях и представлениях человека. Что это такое, с чем это едят и как это сказывается на вашей, на нашей жизни. Вот представьте, человек покупает куда-то путевку, тур, летит, и он ожидает, что он попадет в прекрасный номер, у него будет какое-то знакомство, его спутник или спутница будет уделять вот такое-то внимание ему и так далее. И вот он прилетает, а номер оказывается не тот, не такой, как он представлял себе. У человека идет разочарование. А если его спутник, спутница ведет себя не так, еще большее разочарование. И вот весь отпуск можно перечеркнуть. То есть его ожидания не совпали с тем, что было на самом деле. Его представления не соответствовали действительности. Точно так же в жизни у нас очень часто есть ситуации, где наши ожидания и представления не соответствуют и, соответственно, вызывают в дальнейшем разочарование. Очень редко несоответствие вызывает, наоборот, больше вау-эффект. Это когда вы что-то занизили, и тогда возникает такое, о, здорово, классно, там, я ожидал, что будет меньше, а получилось больше. Но это вау, как-то очень легко съедается. Замечали это дело? Вообще энергия вот в этих вот случаях очень легко как-то уходит куда-то и очень быстро наступает и без точка. А причина банальна. Все ваши ожидания и представления совсем не от чувств и не от души. Ваша душа не ожидает и не представляет. Она все знает наперед и знает достоверно, с полным раскладом, какой сценарий она сейчас запускает. А вот ваша программа ума ничего не знает. И она вам диктует любые картинки, любые представления, любые программы. Это все написано в кодах программных в вашей башке. Для того, чтобы у вас были представления, что это так, а не иначе. Для того, чтобы потом через разочарование или через какой-то быстро съеденный вау-эффект раскрутить вас на энергию. А это все функции программы ума. Она включает вас во внешнюю игру, чтобы доказать вам, что именно этот внешний мир является объективным, а не тот, который живет и рождается внутри вас, через вашу душу. Получается такая подмена. Это не хорошо и не плохо. Если рассматривать нашу реальность как симуляцию, то это прекрасно. Вы играете, вы вовлечены в игру, и вы можете от этой игры ловить кайф. И это здорово, для этого эта игра и создана. Но очень часто в жизни, когда человек начинает искать путь к себе, то ожидание и представление играют банально не очень положительную роль в его жизни. Хотя в любом случае это положительная роль с точки зрения его развития и познания себя. Поэтому, когда я даю оценку не очень положительная, это весьма такая условная оценка. Можно ее здесь даже не давать. Смотрите, примеры. Вот, например, человек очень много лет был крутым экстрасенсом. К нему стояли очереди, запись, клиенты, деньги, там все, он себя комфортно чувствовал. И у него представление, что сейчас вот он, я с этим, кстати, часто сталкиваюсь на инфодайвинге, что вот он сейчас придет, у него же стаж работы большой, у него же там клиентура своя, он весь такой крутой. И он приходит, а с информацией работать он не умеет. Почему? Потому что вся экстрасенсорика, она была в объективном восприятии, создана некая песочница, некая дополнительная игра в этой симуляции. И в этой игре, по правилам этой игры, играют экстрасенсы. Да, например, Таро. Вот он хороший Таролог, все, он в этой песочнице классно играет. Но, когда ему начинаешь возвращать к его же собственной душе, без Таро, вот ты напрямую спроси у себя, что и как там, то вдруг оказывается, что он ее не слышит. И для того, чтобы ее услышать, ему надо разрушить программное обеспечение, вот это вот многоярусное от программы ума, которое вот через какие-то вот такие вот из-под выпадверты заводило все-таки его за информацией, и он брал неплохо эту информацию. И получается, ему надо отказаться от этих всех панелей, тоннелей из-под выпадвертов, для того, чтобы напрямую пройти эту дорожку. И вот оказывается, что вот этот вот весь путь огромный, да, там же можно обучать, там же можно рассказывать, там же можно, там есть огромная игра, на которую можно зарабатывать. А тут ее надо свернуть для того, чтобы вот сесть, закрыть глаза и рассказать все, как есть, а играть-то как? Так, где игра? И следующий вопрос, а как брать деньги? Ведь когда начинаешь идти к душе, ты же по-прежнему, программа ума в твоих представлениях включается, и ты же как бизнесмен должен разложить в бизнес-плане, где как к тебе прилетит. А душа говорит, нет, мы играем в другую игру. Я тебе кидаю столько, сколько нужно. И у тебя всегда будут, ты не волнуйся. И ты не знаешь, где они будут. Программа ума-то не знает этого. У нее нет ожиданий и представлений. А представляете, так надо научиться жить. Получается, каждый день невероятный экстрим. С одной стороны, это интересно, это увлекательно. А с другой стороны, понимаете, стабильности-то нет. Тут и хочется вспомнить Кастанеду про то, что мы всегда находимся в потоке, как он говорил, этот мир текучий. У него своя терминология такая была. Вот на самом деле мы все время находимся в движении. Нет в этом мире стабильности. Если вы зафиксировались где-то в стабильности, вам душа очень быстро придаст ускоряющий пендель. Плыви, плыви, дорогой. Мир течет. Течет энергия. О деньгах, когда говорят, говорят о денежном потоке. Я бы говорила об океане. Потому что это действительно море энергии. Это море тех средств, через которые мы можем материализовать все, что угодно. И когда в инфодайвинге начинаешь подходить к пластам информационным, именно о материализации, о определенных плотных структурах, начинаешь задумываться на эти темы, понимаешь, что возможности вообще расширяются. Но там нет места ожиданиям и представлениям. Программа ума там нужна только в режиме дешифрации. Все. А теперь представьте. Живет человек обычной жизнью. Ходит на работу, растет детей. Ходит там в церковь, помолится. Верит, что Бог где-то есть, который создал его, и эту игру, и отправил его сюда мучиться. И вот из этих представлений ему надо сместить восприятие, то, что Бог в нем. Он играет в симуляции. Он полностью творит эту реальность в своей психике. И он полностью управляет ею. И здесь может быть любая сказка. Да? Либо ад, либо рай. Все, что захочешь. И это выбор, который осуществляется здесь. Скажите, как перейти человеку из вот этого человека во второго человека? Это просто или сложно? Прекрасно. Вот этот человек, который живет своей жизнью, ходит на работу, и представляет, что есть некая объективная реальность, и что Бог где-то на солнышке, вот этот человек вдруг узнает о том, что есть вот такой вариант. И у него даже есть возможность попробовать, например, сесть в вечернем инфодайвинге и задать вопрос, получить ответ. Ах, да, попали, угадали. Следующий раз, угадали. Ладно, индивидуальная консультация, разложили. Ах, случилось. А дальше что? Дальше он говорит, я тоже так хочу. Я же вроде, у меня физическое тело такое же, вроде мозг у меня есть, вроде все, я начну учиться. И дальше начинается самое жуткое. Вот на мой взгляд. Ну, вообще веселое. Процента 2, ну, до 5 людей, которые понимают, блин, это очень крутая работа над собой. Это же как надо изменить себя, чтобы начать мочь вот так же. Вокруг меня много таких людей, на самом деле, которые и могут так же, и которые учатся, учатся и понимают, что этот путь бесконечен. Путь самопознания и углубления в себя, он невероятно бесконечен. А вот, а есть люди, которые уверены, что вы мне должны меня научить, меня протестировать, мне подсказать, мне, мне, мне. Где ответственность уехала, господа? Она уехала в объективное восприятие. Скажите, пожалуйста, результат в таком случае будет? Не будет. Ваши представления о том, как оно должно быть, и ваши ожидания не соответствуют субъективной реальности. В субъективной реальности нет представлений и нет ожиданий. Есть цель. Хочу. Вот это. Все. Выбираю вот так мочь. И дальше есть прямая работа без оценок, без суждений, с полной внутренней тишиной над собой. В чем эта работа заключается? Дело в том, что наша программа ума, она ведь, когда рождает представления и ожидания, она ведь рождает их на чем-то. Для того, чтобы представление и ожидание проявилось и нарисовало образ, надо взять образ из файловой системы, которая есть у вас в мозге. А это значит, она уже набрана за эту жизнь из каких-то соображений. А набиралась она каким образом? Из каких-то ресурсных травм брались программы, которые шли на отработку. И таким образом вся ваша система представлений и ожиданий строится на определенном программном обеспечении. То есть там есть ПО с прописанными картинками, с прописанными сценариями, с прописанными реакциями, инстинктами и так далее. Полностью разложенная картинка. И вот под эту вот картинку ожиданий вам выдается картинка, чего вы планируете получить. А теперь представьте, для того, чтобы вот эти вот представления и ожидания убрать, для того, чтобы творить другие вещи, да, в синхроне с душой, то, что она говорит, а не то, что ум рождает, да, что переключение произошло отсюда сюда, для этого надо будет разрушить всю вот эту систему ПО с картинками. И вот вы садитесь и говорите, настройте меня, разрушьте за меня, а нифига. Этого программного обеспечения там не просто тысячи программ, там миллионы программ. В нашей психике миллионы программ. Потому что каждый жизненный сценарий ложится куча убеждений. Вот вы разговариваете с подружкой, просто на улице встретились, ой, сегодня так было хорошо, а он был козел. И вот возьмите практически каждую фразу, которая звучала как решение, она ляжет в вашей психике программой. Сколько раз на работе за день вы обсуждаете и проговариваете одни и те же пословицы, поговорки, это с детства нам загружают. Это я только о мусоре говорю, о верхнем. Это, знаете, бумажки, когда разбрасывают на улице. Но это не значит, что весь мусор, который лежит на улице в виде бумажек, это весь мусор, который есть на земле. У нас есть еще и производство, у нас есть еще и выбросы и так далее. У нас дофига там чего выгребать. И эта вся мусорка у нас находится в подсознании. И для того, чтобы начать слышать душу, вот весь этот мусор из психики надо убрать. Представляете, какой объем работы. На самом деле, там есть свои законы, как он располагается. Если мусора в психике очень много, психика не выдерживает и начинает транслировать на тело. Почему на тело? Потому что именно это тело адаптируется как-то в созданной им симуляции. И тогда тело сигналит, что есть перегруз внутри, и этот перегруз идет наружу. Наружу он идет уже с заболеваниями, конкретными проявлениями. И вот когда мы в инфодайнинге начали расшаривать разные заболевания, из тех заболеваний, с которыми я не беру там сопли, там зачем закашлял, зачем температура поднялась, зачем эти вещи не беру сейчас. Мы брали из заболеваний на сегодняшний день то, что есть сегодня, аутизм. Мы брали болезнь Паркинсона. Мы брали на сегодняшний день сахарный диабет. И мы брали на сегодняшний день псориаз. Господа, нету двух людей с одинаковой соматикой. Нету. У всех свое. У всех свое. Наверное, самое простое в решении задачи это аутизм. Сложнее псориаз. И на мой взгляд, вот из того, что мы делали, самое-самое сложное это сахарный диабет. И никакой германской медицине, никаким описанием, которое мы встречали в литературе до этого, то, с чем столкнулись мы, это не соответствует. То есть, когда человека пытаются положить в один шаблон и сказать, давайте мы всем будем пилить одну ногу, это неправильно. Мы все настолько удивительно уникальны, не признавая свою уникальность и пытаясь одеть одинаковые шинели, что у нас нет одинаковых вещей, одинаковых программ, одинаковых проявлений, одинаковых реакций, одинаковых инстинктов. И вот представьте, вот вы такой уникальный, у вас рождаются уникальные ожидания и представления, а вам надо разрушить вашу вот эту уникальную, собранную, собранную уникальную свалку для того, чтобы просто услышать свою душу. Это огромный кусок работы. Это невероятно огромный кусок работы. И, господа, сделать его за день, за два, за десять, за месяц невозможно. Вот поверьте мне. Я этим занимаюсь одиннадцатый год. Одиннадцатый год вот каждый раз изо дня в день. Это моя работа, это мое хобби. Да, есть система определенная, каким образом лучше двигаться, есть система определенная, каким образом дать человеку почувствовать, прикоснуться, чтобы он сам осознал какие-то вещи и начал двигаться. А двигаться будет сам человек. Поэтому, когда мне задаются, например, вопросы, которые летят очень часто, практически каждый день у меня прилетает до пяти вопросов. Скажите мне, пожалуйста, с чего мне начать, как мне начать слышать себя, как мне начать свою душу, как мне изменить свою жизнь, как мне наладить отношения, как мне поправиться. Это я уже глубже стала. Стандартный вопрос вот до пяти мне прилетает только скажите, пожалуйста, с чего мне начать. Все вопросы дальше, это летят просто пачками, там сотнями уже исчисляются, которые приходят в Вайбер, ватсапы и так далее. Только успевает телефон щелкать. Господа, начать надо с себя, с того, с чего оценить у себя внутри, с чего вы готовы начать двигаться к себе. и действительно осознать, что ваши ожидания и представления не будут соответствовать тому, что будет на самом деле. Ваша система ценностей и ваша жизнь, ваша картина реальности рухнет сразу, сразу, буквально, в короткий промежуток времени, как только вы начнете заниматься инфодайлингом. Рухнет настолько, что даже просто люди, которые приходят к нам на эксперименты, пробыли один, два, три раза, а потом обратная связь. Рушится картина мира. Да. Душа понимает, здесь ее могут услышать и могут привести к свету. Все. И дальше она включает любые ресурсы для того, чтобы вы себя услышали. И это путь к себе настоящему, это путь к себе искреннему, это разрушение вот этого всего наносного, которое выдается за правду, за какую-то истину, а оказывается истина не снаружи, а истина внутри. И к ней надо прийти, представляете? А для того, чтобы к ней прийти, надо разрушить кучу программ, убеждений, которые будут касаться ваших личностных проявлений, инстинктивных реакций, ваших поведенческих моментов и так далее. Я приведу один маленький пример для того, чтобы вот просто запустить цепную реакцию у огромного количества женщин. Вот любая женщина, которая будет смотреть это видео, будет резонировать. Смотрите, утром встает женщина и идет в ванну, да? Она принимает душ, все прекрасно. И следующая процедура называется косметика. Я накрашусь. Я крашу лицо, ухаживаю за своей кожей для того, чтобы прийти на работу ухоженной. Прекрасно. Внешний мир видит, пришла ухоженная женщина. Задумались ли вы когда-нибудь женщины о том, что в это время чувствует и думает душа. И самое главное, как выстраивается под это ваше высшее Я. Вот высшее Я здесь будет играть ключевую роль. Да? Высшее Я смотрит и говорит, душа, вот она не принимает сейчас свое физическое тело. Она считает, что оно недостаточно красивое. Душа не может поспорить в данном случае с вашим высшим Я. Она говорит, ну и что делать будем? И высшее Я говорит, тырить? Я воздержусь от русских слов. И начинаются моменты, которые связаны с тем, что вы не принимаете в себе. А начинается это все с обычного макияжа. И начинается игра в подсознании прими себя. Прими себя. Такой, какая ты есть. Прими свое физическое тело. А, ты не принимаешь морщинки, на тебе еще морщины. А, ты не принимаешь здесь свою фигуру, на тебе еще изъянов. А, ты не принимаешь свои брови, на тебе еще. Ты не принимаешь волосы, на тебе еще. И понеслось, понеслось, понеслось. И процессы в бессознательном, они коренным образом отличаются от того, что мы видим снаружи. У нас же ожидания наружные, у нас же представления наружные, сформированные внешним миром. А к бессознательному логику удивительно. Но самое главное, что она всегда строится на высоких частотах, потому что там идет игра, там идет стеб. И этот стеб транслируется наружу, а вы же воспринимаете его серьезно. Как же, я же такая неухоженная, приду на работу. А теперь смотрите, вот такая неухоженная мама, заходя в ванну, а подходит девочка, у которой еще высшее я не сформировано до трех лет. Она смотрит, а мама уже себя не принимает. И у нее высшее я говорит, о, классно, эту программу мы берем на вооружение. Обращали внимание, во сколько лет ваши юные дочери начинают примерять на себя поведенческие реакции ваши? И потом, как вам классно дается контакт с ними в 14 лет, и понеслось. Это все высшее я. Высшее я дочери, которая скопировала программу и усилила их у мамы. Резонируйте, господа, резонируйте. Вы же об этом никогда не думаете. Когда вот эти вещи видишь, я вижу мир с обратной стороны. Я когда смотрю на человека, я вижу его не лицо, да? Я вижу его внутреннюю суть. Поэтому я вижу всех людей, абсолютно всех людей, действительно очень красивыми. Потому что там внутри нету плохого, да? Там внутри есть набор программ. Вот вы открываете коды в компьютере. Вот я вижу коды, да? И я коды не оцениваю, как хорошие или плохие. Я открыла ПО, и я смотрю, вот здесь можно откодировать, здесь можно откодировать, здесь можно откодировать. И тогда раз, и наружная реальность поменяется. Вот, это вы даете умом оценку. Это у вас есть представление, у вас есть ожидание. У меня этого нет, у меня есть знание, каким образом это дело все перекодировать. Вот, и более того, я каждый раз изучаю новые, новые, новые программы для того, чтобы делать это лучше. Потому что мне теперь вот эти кодировки очень интересны. Если вы готовы, готовы вот к таким глобальным изменениям в своей жизни, я не имею в виду косметику, разукрашивание лица, я не имею в виду хирургические операции, это вообще трэш. Там когда в бессознательное заглядываешь, когда начинаются хирургические лица по исправлению тела, это все, это можно сидеть и ржать днями. Я когда заглядываю в то, что есть в вас, я принимаю это в вас. Готовы ли вы измениться настолько, чтобы также принимать самого себя, чтобы взять ответственность за свою жизнь на себя, чтобы познакомиться со своим программным обеспечением, чтобы удалить его, чтобы выстроить новую, новую, целостную картину мировосприятия. Потому что сейчас у людей либо нет концепций никаких в голове, либо концепции морально устаревшие, либо концепции полностью несоответствующие здоровой психике. Вот этот вот трэш, что творится в головах, это невероятный ужас. Если вы готовы вот на эти изменения, то надо планировать, что это займет несколько лет. Надо планировать, что это будет и работа с собой, как с программами, и работа с собой, как с концепцией, как с картиной мировосприятия, и работа со своим чувственным планом, и работа с психическими структурами, включая эго, личностные характеристики, проявления, инстинкты, рефлексы, реакции и так далее. Это будет и работа со здоровьем, потому что я приведу лишь конкретный банальный пример. Я, например, когда гружусь за информацией, начинаю активно качать информацию какую-то во внешнюю среду. Я специально ставила возле себя прибор измерения давления. В это время, когда идет захват информации, дешифрация, захват информации, дешифрация, вот так прыгает давление. И это нормально, оно прыгает. У меня, например, где-то от 110 до 160 верхняя граница прыгает. И в силу того, что я вижу, что это у меня происходит каждый день по 12 часов, когда я работаю, я специально сходила, сделала УЗИ сердца, на что реакция в медицинском центре была удивительная. Мне сказали, у меня даже предрасположенности гипертонии нет, нет никаких изменений ни по одному сосуду. То есть реально наше тело, если отработаны программы, держит великолепное. Если учесть, что оно в таком режиме качает постоянно, то нагрузка должна была быть. Но нагрузка, как таковая, не отражается на органах, если у вас вот здесь ПО нормально. И вам надо будет понимать, если вы начинаете заниматься инфодайвингом, то физическое тело надо восстановить. А это значит, надо отработать определенные программы, которые есть внутри вас. И понимаете, эти все вещи взаимосвязаны, оказывается. Ваши психические структуры, ваши ресурсные травмы связаны с реализацией, ваше ПО связано с тем, что оно перекрывает, и вы не слышите свою душу и себя. Оно вдруг оказывается, всё настолько взаимосвязано, и это всё мешает слышать себя. Если вы это разгребаете, то вдруг у вас включается резкое расширение сознания, осознанности вашей, огромные энергетические ресурсы, потому что душа качает действительно очень много энергии, не из ресурсных травм напрямую, да. И вы действительно можете начинать творить чудеса. Чудеса сперва для себя. А потом, если вам захочется играть и создавать свою реальность, пожалуйста, создавайте её. И таким образом, все представления ваши о том, как это делается в экстрасенсорике, в магии и так далее, господа, они рухнут. Просто ожидайте, что они рухнут, потому что полное несоответствие реальности. С вами была я, Наталья Зайцева. Ах да, с чего начинать? Начните с чего хотите. Вот открыли список, да? Что вам интересно? Что вас цепляет? Всё равно все программы, которые мы делаем, они все, полностью все, полностью все, они идут под инфодайм. Просто они берут частями, каждую, каждая берёт свою часть. И если остаётся где-то часть недоделанная, я вижу, что там недобрана информация. Я добавляю, подыскиваю тренера, и этот тренер додаст. У меня вот на апреле есть люди, которых я уже просто закинула контракты в башку, они подтянутся, потому что есть темы, которые мы ещё не разобрали, не раскрутили. А их надо будет тоже давать людям. Так вот, господа, если вам интересно, просто берите и начинайте с того, что вы видите, идёт в живом режиме. Живой режим, конечно, лучше, чем онлайн. Но если вы видите, что программа уже была онлайн, то вряд ли она будет повторяться. Тогда берёте, покупаете, скачиваете, отрабатываете сами. Любые варианты. Здесь ключевое – начать. А с чего начать – не имеет значения. Всё равно надо будет медленно, но верно разгребать огромную ту свалку, которая находится в вашем же подсознании. С какой стороны вы к свалке подойдёте, вообще нет разницы. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры создавал DimaTorzok.